Рубрика очевидно невероятная. Польза набросков. Что там дальше? Практика набросков является хорошим фундаментом не только для постановки руки, но еще и пополняет нашу визуальную библиотеку. Поэтому мне нравится делать наброски, которые объединены некой темой. Допустим, если говорить о людях, то это может быть их возраст, какой-то рот деятельности или историческая эпоха. И то же самое можно делать с другими темами. Техника, растения, животные. Все, что нравится, просто разбивая это по группам. И впоследствии, получая такое визуальное разнообразие, можно комбинировать какие-то понравившиеся элементы и создавать уже что-то свое. Своё. Понабрала отовсюду и создала что-то свое. Замечательно. Следующим шагом, допустим, я определяюсь с темой. Вот к этому видео я решила порисовать людей в цинических образах, а-ля такой бурлеск. С перьями, эпатажем и театральностью. И мне нужны референсы. Если я в домашних условиях не могу воссоздать себе референсы, у меня там в шкафу не завалялось 5 килограммов перьев, я просто иду в интернет, в пинтерест или в угол картинки, вбиваю в поисковике то, что хочу порисовать, выбираю себе понравившиеся фотографии и приступаю к следующему этапу. Самому интересному – это рисование. О самом подходе к рисованию. Это практика, и здесь я учусь. Поэтому нет ничего страшного в том, что я ошибаюсь. И не стоит бояться как раз-таки ошибаться. Наоборот, сделал ошибку, понял, исправил, и больше ее не допускаешь. Вот, в принципе, и все. Очень лаконично. Отлично. Я знаю, что я могу ошибаться, поэтому с полной уверенностью, что все будет хорошо, просто открываю графический редактор. Я использую Adobe Photoshop, который позволяет мне рисовать послойно. И смотря на референс, я очень хаотичными линиями создаю себе какой-то силуэт, массу, внутри которой я уже буду работать более обдуманно. И как раз-таки набросав такой силуэт, создаю второй слой. И смотря на референс, на положение головы, тела, какие-то форм, я стараюсь их передать как раз-таки внутри той самой, того самого участка на первом слое. На самом деле, можно просто понаблюдать за процессом, и все станет куда понятнее. Поэтому давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал 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 DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Счастливо!